Запись с видеорегистратора, выложенная в интернет, помогла найти виновника наезда на пешехода. Женщина переходила улицу Советской Армии по пешеходному переходу и попала под колеса автомобиля. Как видно из видео, виновник ДТП сразу остановился, включил аварийку и убедился, что жизни и здоровью женщины ничто не угрожает. Она отряхнулась и продолжила свой путь, а водитель свой. Но не тут-то было. Через несколько часов его задержали инспекторы ГИБДД. В средствах массовой информации появился видеоролик о наезде на пешехода, переходящей проезжей частью улицы Советской Армии возле дома 216 по нерегулированному пешеходному переходу. При отработке данного видеоролика был установлен водитель, а также очевидец данного происшествия. В отношении водителя составлен административный материал за непредоставление преимущества пешехода и за оставление места ДТП. Виновником аварии оказался безработный Сергей Николаев. По предварительной версии, на момент аварии он был трезв и, судя по записи, просто не успел среагировать. А с места происшествия уехал потому, что потерпевшая от предложенной помощи отказалась. Информации о ней пока у инспекторов ГИБДД нет. Я ехал по полосе, а то, что женщина вышла из машины, которую я объезжал, я вот здесь, конечно, и не увидел. И так получилось, что я наехал на нее. Буквально она встала, и мы перекинулись двумя словами, и она ушла. Если бы я что-нибудь повредил бы, я бы там, что-нибудь такое сломал бы, я бы, естественно, с места происшествия не скрылся бы. Но я вообще-то и скрываться не собирался. За оставление места ДТП Сергею Николаеву грозит серьезное наказание. Суд может лишить его прав на срок до полутора лет. В последнее время эта статья Административного кодекса стала причиной ожесточенных споров между юристами и инспекторами ГИБДД. Ведь по ней могут лишить прав даже за аварию с забором собственного дома. Андрей Трой, Дмитрий Мешканцов. События.